Сегодня у нас, мы переходим к второй половине нашего курса, к меньшей половине. Сегодня мы начинаем изучать фронт-энд технологии. Я, кстати, посмотрел ваши демотиваторы про питон и джава скрипт, да. Я подумал, что одна технология за день — это слишком медленно. Сегодня мы изучим две технологии, а что мы или css по-быстренькому. Да, причем даже возможно, что у нас займет это меньше лекции, потому что это две такие штуки, по ним нет никакой теории. По ним даже книжек несправочных немного. То есть там есть всякие самоучители по питону, а вот по html.css там есть справочники просто. Все изучают на практике, просто начали верстать. В процессе верстки возникают какие-то проблемы, вы их решаете и постепенно обучаетесь html.css. Я вам попробую на этой лекции объяснить такие основные моменты, из-за которых труднее всего начать что-то верстать, труднее всего исправить какие-то проблемы. Если у вас возникают по ходу лекции какие-нибудь вопросы, задавайте, потому что времени у нас достаточно. То есть если есть вопросы по верстке с проектом, спрашивайте. Начнем с небольшой истории. Откуда пошел есть html? Его придумал такой товарищ, как Тим Бернерсли. Я вам уже про него говорил, он практически весь интернет придумал. Он работал физиком, ему захотелось обмениваться технической документацией, то есть научной информацией между различными отделами. Для того, чтобы ей обмениваться, он придумал систему гипертекста. Точнее он был такой язык, как sgmail. Это очень общая структура, язык sgmail, которая позволяет описывать разного рода документы. Язык очень общий и на нем можно, с помощью него можно описать практически все, но настолько общий, что он не используется. На базе этого sgmail он придумал упрощенную разметку, назвал ее html. Это было в 1986 году. Планировалось это использовать для обмена технической информацией. Соответственно, были разработаны первая программа сервер, веб сервер, первый браузер. Первая версия html была очень простая, то есть в ней не было практически ничего. Там было что-то типа около 15 тегов. Но идея гипертекста стала очень популярной и стала быстро развиваться. начиная с 1991 года html, то есть html это такой язык, который… язык описания документов гипертекста. Что такое гипертекст? Это некоторый текстовый документ, в котором есть ссылки на другие документы. То есть гипертекст позволяет вам разные документы объединять в одну такую структуру, паутину. Сама идея гипертекста стала очень популярной, ее начали быстро развивать. В основном ее начали развивать разработчики браузеров. Каждый стал двигаться в свою сторону, придумывать собственные варианты стандарта, собственные всякие теги и возможности. Поэтому некоторое время было невозможно создать документ, который бы работал во всех браузерах. В основном это был интернет-эксплорер и escape-навигатор. То есть была борьба двух браузеров. Поэтому часто делали сайт и написали сайт для просмотра в интернет-эксплорере. Нет такого браузера – свободно. Чтобы побороть это безобразие, потому что стало неудобно как бы просто разрабатывать сайты для одного браузера из двух, был создан такая организация V3C Consortium в 1994 году. Я не очень хорошо разбираюсь в иерархии, какие организации за что отвечают, но вот все, что касается интернет-технологии, разметки, оно в основном стандартизуется организацией V3C. Как результат их деятельности через год они таки написали стандарт HTML 2.0. HTML 1.0 вообще не существовало никогда. То есть это были какие-то наборы рекомендаций, которые кто-то как-то реализовывал, но стандарта не было. Начали они с стандарта HTML 2.0. В скором времени появилась третья версия с дополнениями, в котором там появились небольшие улучшения. И в 1999 году вышла версия HTML 4.0.1. Фактически версия HTML 4.0.1 – это то, с чем мы работаем последние более 10 лет. Она уже почти не меняется, и все существующие браузеры худо-бедно ее поддерживают. Сейчас происходит переход на новую версию HTML – HTML 5, о которой мы поговорим чуть попозже. То есть понятно, там было сначала бурное такое мельтешение, борьба, после чего написали стандарт HTML 4.0.1. Он хорошо существует уже последние 10 лет, и сейчас происходит переход к пятому стандарту. Чтобы было представление, как выглядели веб-странички того времени. Кстати, она выглядит точно так же и сейчас. Это домашняя страничка Ларри Вола, автора языка Perl. Да, от таких страничек, как Артемий Лебедев говорит, хочется плакать кровавыми слезами. Но, видимо, я не знаю, почему желтый. Наверное, на их мониторах CRT-шных… Нет, он как раз давал теплый такой домашний оттенок на старом 10-летнем CRT-мониторе. Я думаю, все было хорошо. Выглядит ужасно, но вот так все выглядело. Мигающего текста не хватает. Мигающий текст был. И звук. Звук, да, звук – это прекрасная вещь. Его совершенно недавно от него отказались, потому что флешки придумали. Стало удобнее играть звуки. По поводу мигающего текста была забавная история. Ну, такая байка, что Tech Blink придумали инженеры на Escape, когда возвращались домой из бара. Они как бы шли немножко веселые и решили, и говорят, наверное, прикольно будет дать пользователям возможность, чтобы мигало. Да, давай. Они сделали этот… сделали мерцающий текст. Microsoft, соответственно, не могла это оставить незамеченным. Она сделала тег, по-моему, Mark называется, который позволял ездящий текст. Вот такой асимметричный ответ. Он передвигался по странице. Эти теги, короче, запретили как сокращение наступательных вооружений, по-моему. Для добра. Они просто при принятии какого-то стандарта договорились, отказались от этих тегов. Ну, так вот. Что из себя представляет HTML? Гипертекстовая разметка. Вы, я думаю, уже все видели, все приступали к домашней работе. HTML – это текстовый документ, в первую очередь, который основан на тегах. То есть мы видим структуры такие в угловых скобочках. Это теги. Теги есть парные, есть непарные. То есть мы видим тег HTML открывается, и внизу есть парный ему закрывающийся тег. Это парные теги. У тегов есть атрибуты. Вот, собственно говоря, все, что есть. То есть есть тег P, у него есть атрибут класс. Соответственно, у тега может быть несколько атрибутов. Атрибуты есть имя, значение. Какую-то структуру описывает HTML, естественно, математическую. Это дерево. То есть HTML – это, да, немножко такое странное, но дерево, тем не менее. Какие есть особенности у HTML? Так, ну вообще вот эта размятка какие-нибудь вопросов вызывает, как это работает? Текст, который разделен на такие блоки. Версия HTML, да, здесь пятая. На самом деле, мне просто было лень длинный доктайп писать. Поэтому сейчас… Да. Какие есть особенности в HTML? В HTML есть произвольный регистр. То есть он регистр независимый. Вы можете писать теги большими буквами, можете писать маленькими. HTML может понимать атрибуты без скобок, а также в одинарных и двойных скобках. Здесь вот приведены атрибуты с двойными скобками. Могут быть с одинарными, либо вообще без них. Могут быть сокращенные атрибуты некоторые. Например, атрибут disabled, он не имеет значения. Просто внутри тега ставится атрибут disabled без значения, только имя. Могут быть непарные теги. В HTML возможно переставлять теги местами. Смотрите, вот здесь тег P, он открывающийся и закрывающийся. То есть по идее это должен быть парный тег. Он открывается и закрывается. Тег P соответствует параграфу текста. В HTML в принципе можно писать только открывающийся тег P. Предполагается, что он закроется автоматически, когда начнется либо следующий параграф, либо что-то такое несовместимое с параграфом. То есть в принципе теги могут быть непарными. В HTML разрешено, точнее так скажем, не запрещено переставлять теги местами. Есть такие теги B и болт и талик. Соответственно, для выделения текста жирным и курсивом. Вы можете сначала открыть болт, потом и талик, потом их закрыть в обратном порядке. Вообще это неправильно с точки зрения математики, но HTML этого не запрещает. И в принципе он нормально относится к своим собственным тегам. То есть вам ничто не мешает использовать там какие-то свои теги. Браузер их правда никак отрисовывать не будет, но они будут, документ не развалится. В результате такой вольности, того, что ничего не запрещалось, появилось огромное количество разных вариантов разметки. То есть когда нет никаких ограничений, люди начинают работать там кто как придумает. Чтобы браузеры могли поддерживать огромное количество всяких вариантов, появляются такие вещи, как костыли. В огромном количестве браузеров на движках, причем в разных движках они реализованы по-разному. То есть все стараются научить свой браузер понимать все возможные варианты разметки, но у всех получается по-разному. В результате какая-нибудь страничка, которая работает в шестом, и в опере там работает по-другому. Чтобы решить такую проблему, был предложен стандарт XHTML. Вместе с четвертым HTML, по-моему, предложили парный ему вариант XHTML. Что такое XHTML? По сути дела это тот же самый HTML, который является валидным XML-документом. Что такое XML-документ, вы представляете? Это точно такая же структура, как была показана там с тегами, атрибутами и значениями, ну с угловыми тегами, но которая правильная. То есть в ней нельзя допускать никаких вольностей, про которые мы говорили. Во-первых, только нижний регистр тегов. Если у вас встречаются теги в верхнем регистре, анализатор XML, XML-парсер, он просто скажет, что документ не валидный и откажется его дальше разбирать. Атрибуты только со скобками. То есть всегда нужно указывать скобки. По-моему, в XML двойные. Хотя вот об этом я не уверен. Только двойные? Одинарных нельзя в XML? Я как раз так и сказал. Ну это конечно, они должны быть парными. Ну это не суть важно. То есть атрибуты всегда правильные. Ключ – значение. Даже если атрибут по смыслу своему одинарный, например disabled, это флажок, у него должно быть значение. Всегда парные теги. То есть если тег открывается, он должен где-то закрыться в XML. Строгая вложенность и обязательно доктайп. Доктайп – это такая конструкция, которая находится в начале HTML. Вот эта вещь. Вверху написано доктайп. Похоже на тег, но он начинается с восклицательного знака, тегом не является. Какая была идея во внедрении XML? Идея была очень простая, что все дружно перейдут на единую строгую разметку, соответственно браузеры тоже перейдут на анализатор XML, и всем будет счастье. Кстати сказать, парсер HTML – он довольно нетривиальный. То есть парсеры основываются на разных грамматиках. Так вот, есть контекстно-свободные, есть контекстно-зависимые грамматики. HTML – там контекстно-зависимая грамматика, поэтому для него нельзя сгенерировать автоматический парсер, как это делается для языков программирования. Его пишут руками с огромным количеством кастелей. Для XML все, в общем-то, проще. Но ничего такого не произошло, на XML никто даже не подумал переходить, потому что зачем усложнять себе жизнь, когда все и так работает. Сейчас на XML какие-то проценты веб-страничек, несколько процентов. Остальные находятся в HTML. В чем важное отличие XML от HTML? Кто может сформулировать? Ну, помимо вот там вольностей, которые там разрешают некоторые языки. Он может вообще не выполняться странички, не отрисовываться в браузере, изначально так предполагалось. Но в всяком случае те блоги, которые некорректно, не валидные. Ну, это относится, да, к парсеру. То есть XML, если он у вас не валидный, он просто не отрисуется. HTML – документ, он отрисуется всегда. То есть браузер никогда вам не скажет, что HTML не валидный. Он что-то нарисует там, что он где-то может там вывести. Принципиальное отличие в том, что XML – это универсальная разметка. То есть в стандарте XML говорится, что вы можете использовать любые теги, они не обладают никаким смыслом. Каждый тег, вы сами решаете, что он будет значить. HTML наделяет теги семантикой. То есть в стандарте HTML прописаны, какие вообще существуют теги, что они означают, и как браузер должен их отрисовывать. То есть количество HTML тегов, оно фиксированное. Смысл HTML в том, что он дает семантическую разметку документам. Итак, я уже сказал, что для XML документов, для XHTML, стал необходима такая вещь, как doc-type. Что такое doc-type? Зачем он нужен? Каким образом браузер определяет тип содержимого документа, который к нему пришел? Да, по заголовку content-type. Хотел бы сказать, что это вопрос для экзамена. Кто не ответит, не сдаст. Браузер смотрит content-type, который к нему пришел. Но вообще он, конечно, ожидает получить какой-то документ. То есть если он загружает документ в тег image, он ожидает получить картинку. Но в любом случае он смотрит на content-type, заголовок, который пришел от сервера. По content-type он определяет тип документа. Doc-type – это более тонкая градация внутри стандартов HTML и XHTML. Doc-type определяет, какой формат синтаксис используется конкретно в этом документе. Например, для HTML четвертой версии существует три варианта doc-types. Запомните обязательно. Прям заучите. Есть… Зачем, если пятый выходит? Ну… Ну да. Я бы вам все-таки порекомендовал. Ну, на самом деле, да. Я думаю, что все их хэппи-пастят. Смысл в следующем. Есть strict doc-type. В strict doc-type – это такое микроописание формата HTML. Вот те HTML-ки, которые идут со strict doc-type, из них исключены все старые теги, типа мерцание и тому подобное. То есть браузер, когда обрабатывает HTML-ку, которая находится в strict doc-type, он более строго относится к содержимому. Есть transitional. В режиме transitional браузер по-прежнему пытается применять там все хаки и тому подобное, чтобы отобразить все, что можно. Есть frame-set. Frame-set – это особый doc-type, который применяется в HTML-ках, в которых содержатся фреймы. Чуть попозже покажем фреймы. Соответственно, для xhtml также есть два doc-type, которые тоже все копипастят. Чем не отличаются между собой, это нужно смотреть внимательно. И, конечно, то, что нужно использовать сейчас – это doc-type html 5. Он сделан специально для людей, больше ничего не написано. Doc-type – просто html. Эту вещь можно запомнить и использовать, когда верстаете новые документы, благо сейчас большинство браузеров оно поддерживает стандарт html 5. И если не поддерживает, есть всякие библиотеки для режима совместимости. Кстати, почему во всех предыдущих там указана какая-то версия, циферки указаны 1.0, 1.1, html 5 – не указана цифра никакой. Это вопрос к знатокам. Цифра почему не указана? Вот сейчас не помню. Читал, но не помню. Сейчас html 5 перешел на другой режим стандартизации. То есть раньше писался стандарт, html 4 приняли, он зафиксирован, и браузер ему либо соответствует, либо не соответствует. html 5 – это плавающий стандарт. То есть… Нет, он расширется, просто дальше будет. Да, то есть браузеры делают фичи довольно быстро, и не все сразу, поэтому как-то люди потеряли просто уже какую-то веру в то, что их можно как-то стандартизировать. Фактически просто говорится, что некоторые фичи, они есть во всех браузерах, некоторые пока есть не во всех браузерах. Поэтому стандарт постепенно развивается и дописывается. Здесь нет цифр, потому что он постоянно развивается. Так, давайте быстро посмотрим, какие теги есть в html и какой смысл они в себе несут. Во-первых, html-документ должен содержаться в теге html. html – это просто контейнер для всего документа. То есть он оборачивает весь документ. Надо заметить, что это в принципе не обязательно. Вы можете написать в вашем там скрипте, вывести просто текст, там hello world, и все будет работать. Потому что парсеры, они в режиме совместимости, они умеют достраивать пропущенные теги, и они обработают даже если нет тега html. В хороших документах он должен быть. Внутри html есть теги head и body. Head – это тег, который не отображается на странице, заголовок. В теге head содержится всякая вспомогательная информация. Заголовки страниц, информация для разных ботов, загрузка стилей и скриптов. Внутри тега body содержится видимая часть страницы. Что может быть в заголовке head? Самые распространенные теги здесь приведены – это title. В title выводится название страницы, то, что попадает в заголовок окна браузера. Кроме того, title очень важен для поисковых систем. То есть они считают title как привилегированный текст и в первую очередь ищут по нему. Ну, в грубом приближении. Есть теги meta. Теги meta – это вспомогательная информация для юзер-агентов. А юзер-агент – это то, что потребляет html. То есть браузер – это юзер-агент. Поисковый бот – это тоже юзер-агент. Разные вот эти юзер-агенты используют разные мета-теги. Например, есть meta-tag description. Meta-tag name description. В нем можно задать краткое описание страницы. Это описание не видно в браузере, но его индексирует поисковая система, считает как бы второй по приоритетности текст. Это такое краткое описание. Есть специальные мета-теги http-equiv. С помощью этих мета-тегов можно из html переопределить некоторые заголовки, которые пришли от сервера. То есть по-хорошему, например, кодировку нужно устанавливать в заголовке content type, если вы хотите определить кодировку, у которой пришел документ. Иногда для этого нет возможности. То есть если вы не имеете доступ к конфигу сервера, вы можете переопределить кодировку документа с помощью тега meta. Внутри хета размещаются теги link и тег script. Тег скрипт нужен для загрузки на страничку JavaScript. В принципе, предполагалось, что также он будет загружать любой другой скрипт. Здесь специально указывают type. Ну, поскольку на практике ничего кроме JavaScript не используется, по умолчанию он загружает JavaScript. В теге script есть специальные атрибуты. Charset. В чарсете можно указать кодировку, в которой находится скрипт, чтобы скрипт был в одной кодировке, страница в другой. Скрипты можно загружать асинхронно, если ему указать атрибут async. Есть tag link. Я понимаю, ну, дятина, конечно, но стандарт HTML, он вообще не очень веселый. Без шуток все. Tag link позволяет указывать для страницы вспомогательные материалы. Наиболее часто в качестве вспомогательного материала используют CSS. То есть таблицы стилей подключаются к странице с помощью tag link. Но не только. Например, можно подключить небольшую картинку favicon, которая тоже отображается в браузере. В новых версиях хрома есть такая прикольная возможность, называется prefetch. Например, вы, находясь на вашей странице, знаете, что с большой вероятностью пользователь перейдет на какую-то другую. Это кажется довольно невероятным, но, например, вот в гугле он, скорее всего, перейдет там на первую строку поисковой выдачи. Да. Есть такая прикольная система, называется surfing bird. Она из себя представляет систему рекомендаций. То есть она хитрым образом показывает вам какие-то интересные для вас статьи. И там, в принципе, есть одна кнопка дальше. То есть ты прочитал статью, нажимаешь дальше. Очевидно, что на каждой странице следующая статья, которая тебе будет показана, она, в принципе, известна. Поэтому эта статья указывается через линк с типом prefetch, и браузер подгружает ее в тот момент, когда вы читаете текущую страницу. В результате чего происходит моментальный переход к следующей странице без какой-либо задержки. Но это не во всех браузерах, кроме так. Так, мы посмотрели, есть теги верхнего уровня, html. Внутри него находятся head и body. Внутри body размещаются теги, которые отвечают за разметку. Деление тегов по типам html, оно довольно хитрое. То есть есть стандарт, в котором описано, что каждый тег делает, какой тег внутри какого может находиться, какой внутри какого не может находиться. Поэтому я могу рассказать только приблизительное разделение. В первом приближении теги делятся на блочные и строчные теги. Блочные теги, они соответствуют какому-то прямоугольнику на странице, то есть блоку. Примеры блочных тегов приведены h1-h6. Их там много. h1, h2, h3, h4, h5, h6. Это теги заголовков. Чем меньше цифра, тем более крупный заголовок на странице. Тег p, он соответствует какому-то параграфу текста. То есть если вам нужно вывести параграф текста, вы оборачиваете его в тег p. Есть специальные теги для выделения какой-то цитаты, либо блок текста, который нужно вывести при форматированном виде, например, тег pre. Используется, если вам нужно вывести кусочек кода, чтобы он был моноширинным, чтобы не смазался. Среди этого самый важный, полезный – это специальный тег div. Это абстрактный блочный контейнер. Он не имеет никакой семантики. То есть все теги, они предназначены для чего-то. Тег div, он предназначен просто, чтобы содержать себе текст. Визуально его в браузере никак не заметно. То есть он не несет никакой семантики. Но при этом он является блочным. Здесь примеры блочных тегов. То есть h3 – это то, что выделено синим. Сголовки под ними – параграфы. То есть три заголовка, три параграфа. Есть строчные теги. Плочные – строчные. Строчные теги – теги, которые содержат, скажем так, которые оборачивают в себя часть строки. Ну, которые приблизительно соответствуют какой-то части строки. Например, гиперссылка относится к строчным тегам. Также туда относятся теги болт и талик, предназначенные для выделения текста. Верхний и нижний индекс картинки тоже относятся к строчным элементам. Есть специальный элемент, называется span. Это аналог дила. Он браузером точно так же никак не обрабатывается, то есть он не несет никакой семантики. Но он оборачивает какую-то часть. То есть это просто невидимый контейнер. Он является строчным. В чем принципиальное отличие строчных от блочных элементов? Это разделение не совсем корректное, но его нужно понимать с самого начала. Блочные элементы обладают следующими свойствами. Во-первых, они занимают всю предоставленную ширину. Если подряд идут два блочных элемента, новый блочный элемент начинается с новой строки. То есть мы видим заголовок, следом за ним идет параграф, параграф идет на новой строке. То есть блочные элементы начинаются с новой строки. Это раз. Блочные элементы занимают всю предоставленную ширину. По умолчанию они настолько широкие, насколько возможно. Блочные элементы могут содержать в себе другие блочные элементы и строчные тоже. И у блочных элементов есть так называемый box model, то есть им можно задать явно высоту, ширину. Можно сказать, что размер вот этого блочного элемента должен быть таким. Строчные элементы, в отличие от блочных, во-первых, они идут в строчку, то есть они не разрывают строку, продолжаются до тех пор, пока им хватает места. Во-вторых, они занимают минимальную необходимую ширину. То есть если вы оборачиваете какую-то строку в строчный элемент, этот строчный элемент сокращается до минимальных возможных размеров, чтобы вместить все содержимое. И они идут подряд. Внутрь строчных элементов, или как называют инлайновые, нельзя помещать блочные элементы. То есть внутри строчных могут быть только строчные. Это опять-таки приближение, то есть такая приблизительная схема, потому что, например, гиперссылка является строчным, но внутри нее можно поместить там более сложные конструкции. Это довольно приблизительное распределение, но пока можно отталкиваться от него. Что еще есть в стандарте HTML? С самого начала там есть специальные теги для списков. Для списков используются теги ol, ul. Соответственно, это то же самое, что в варде. Нумерованный и маркированный список. ol, ordered list, это нумерованный. Есть в списке определений. Используются три тега dt, dt, dl, dt, dd. Я никогда не использовал. В HTML есть поддержка таблиц. Таблицы, кстати, не являются ни строчными, ни блочными элементами. Они отображаются особым образом, потому что они учитывают размер тех элементов, которые в себя включают. Здесь приведена упрощенная верстка таблицы. Смотрите, в таблице есть caption. Это заголовок таблицы, опциональный тег. t-head, t-body. t-head — это первая строка таблицы, заголовок. t-body — это ее содержимое. Внутри t-body содержится tr, tr — это строка. Каждая строка делится на столбцы td. То есть таблица, table, внутри нее tr, внутри него td. Большинство тегов здесь являются опциональными. То есть если вы не укажете t-head, либо пропустите t-body, браузер все это нормально отрисует. Обычно так и делают. То есть указывают table, внутри него tr, внутри него td. Какие здесь есть важные атрибуты? Во-первых, это атрибут border, который показывает, будет ли таблица с границами, либо нет. Есть атрибуты callspan и rowspan. Callspan и rowspan позволяют объединять вам, соответственно, либо соседние столбцы, либо соседние строки. Вот, например, здесь мы в одной из строк указали rowspan 3 в одной из ячеек. И поскольку мы указали, это была вот вторая ячейка в первом столбце, поскольку мы указали rowspan 3, она объединилась с теми, которые находятся ниже. Такая фича есть в Excel, такую можно сделать в HTML. Так, все, что я говорил, в принципе, вы вряд ли запомните. При необходимости посмотрите. Отсюда должна остаться мантра про блочные и строчные элементы. Блочные занимают всю ширину экрана и переносятся друг под другом. То есть это блок текста. Строчные занимают минимально возможную ширину и идут друг за другом в строчку. Вот это важно. В это вы, скорее всего, упрете, когда попытаетесь что-нибудь сверстать. Принципиально важные теги в HTML – это ссылки и формы. Гиперссылки выглядят довольно просто. Это тег A, который является формально строчным, но внутрь него можно включать разные структуры. Например, внутрь него можно включить div. Вполне нормально будет div щелкаться. У тега A есть обязательный атрибут href. Точнее так, он почти обязательный. В атрибуте href указывается ссылка, по которой браузер перейдет, если пользователь щелкнет на данный тег. Также есть атрибуты target, которые показывают, в каком окне браузер будет открывать ссылку. Там может быть имя окна, либо часто используется подчеркивание blank. Подчеркивание blank означает, что ссылку нужно открыть в новом окне. Здесь следующая мантра. Хороший тон при веб-разработке. Если ваша ссылка переводят на другую страничку на вашем сайте, она должна быть без blank, то есть обычная ссылка. Вы щелкаете, и у вас в том же окне вы переходите на другую страницу вашего сайта. Если вы отправляете пользователя на другой сайт, вы используете target blank, чтобы ему было проще как бы вернуться. Есть атрибут rel с помощью rel. Чего-чего? На самом деле, возможно, я не совсем прав. Такая традиция есть в мэйле. В принципе к ней все привыкли. Отчасти эта традиция связана с тем, чтобы трафик немножко оставался. Когда вы открываете в том же окне, у вас пользователь маловероятно, что он вернется назад. Когда вы открываете в новом окне, он может прочитать статью, закрыть окно, а старое у него останется. Он там продолжит читать. Для некоторых сайтов это принципиально важно. То есть когда пользователь ищет в поисковике что-нибудь, он как правило открывает не одну ссылку, а две, три, четыре, пять и там выбирает из них. Поэтому нет смысла закрывать основное окно. Для некоторых, например, там всякие… Нет, дело в том, что они ссылки, которые на сторонние ресурсы ведут, они прямо в хапках открывают. То есть ты читаешь на ссылку, например, в комментариях? Да. Иногда закрываешь. Они просто рассчитаны как бы… Это тоже такое, скажем, жест доброй воли. Они экономят ваши вкладки в браузере. На самом деле. То есть я могу сказать, что да, они считают, что наши пользователи, они все в основном грамотные. И они знают, что можно открыть там принудительно в новой вкладке. Там средней кнопкой мышки или что-нибудь типа такое. Если захотят открыть в новой, откроют в новой. А мы им вот не будем навязываться. Ну окей, в принципе, их право. В любом случае, target blank, кстати, позволяет загружать вам ссылки в новом, в соседнем окне. Это используется во фреймах, кстати. Используется. Каждый день используется. Атрибут rel показывает некоторые подсказки для юзер-агентов. Например, rel nofollow говорит поисковым ботам, что по этой ссылке не нужно ходить. То есть если вы хотите, чтобы поисковый бот не переходил по этой ссылке, вы помещаете ее к nofollow. Что можно поместить в атрибут href? В принципе, туда размещают любой валидный url. Если это http url, то браузер перейдет по этой ссылке. Но также туда можно размещать, например, mail-to. Если url начинается с mail-to, браузер запустит почтовую программу для того, чтобы написать там письмо указанному адресату. Есть url, по которым там браузер на айфонах, например, отправляется в App Store за программой. У них специальный префикс тоже. Если url начинается с JavaScript, то после JavaScript можно указать непосредственно кусочек кода, который браузер исполнит, когда пользователь на него щелкнет. То есть JavaScript может содержаться непосредственно в гиперссылках. И есть такой особый случай, это на так называемые якоря. То есть вы можете ссылаться с помощью гиперссылки на какое-то место на той же самой странице. Для этого используется пара гиперссылок. В том месте, куда вы хотите проскролить страницу, вы ставите гиперссылку без href, но с атрибутом name. Это якорь. А в том месте, где вы хотите перейти к этому, вы ставите обычную гиперссылку, в которой в href написана решетка и вот этот chapter 1. Обычно это делают в начале страницы оглавления. Сейчас уже, в принципе, даже не модно использовать атрибуты name, используют id-шники. То есть если у вас есть какого-то элемента атрибут id в тексте, вы можете к любому элементу проскроллиться с помощью гиперссылки. Да? Blank это новое окно, либо у него может быть какая-то строчка, которая соответствует имени окна. Например, когда у вас содержится несколько фреймов в документе, у каждого фрейма можно задать имя в виде строки. Например, там написать sidebar. И вы указываете target равняется sidebar. Когда пользователь щелкает по этой ссылке, браузер откроет новый документ, но в указанном фрейме. Фрейм — это часть окна. Дойдем до фрейма, там увидим. Формы. Про форму мы с вами говорили уже, когда говорили про backend-разработку. Вещь довольно простая, но для вас критически важная. Форма — это способ отправить какие-то данные на сервер. Соответственно, у нее есть следующие атрибуты. Метод указывает метод, а что это метод, с которым будет отправлен запрос. Используется get либо put. Get либо post. Формы с методом get обычно используются как поисковые формы. Потому что когда вы отправляете такую форму, у вас меняется URL. Вы этим URL можете поделиться. То есть поисковые формы, они должны быть с методом get. Те, которые предназначены для изменения либо добавления данных с методом post. Атрибут action указывает, на какой URL уйдет запрос из этой формы. Таргет позволяет вам загрузить форму не в текущее окно, а в какое-то другое. Например, во-первых, вы можете загрузить его в другой фрейм. Что интереснее, это позволяет вам… Есть такая методика загрузки, асинхронной загрузки файлов. Post to iframe. Ну почему так называемая? Это была, кстати, задача на предыдущем экзамене. Асинхронная, она реализуется сейчас уже просто… Ну в Google точно реализуется. Там чисто асинхронная. Каким образом? Тут асинхронизм в чем заключается, что он просто страничками будет загружать. А в чем он еще должен заключаться? Ну так-то вообще асинхронизм… Ну это не… Может быть, да, асинхронизм есть, но не аякс. Асинхронизм. Проблема в следующем. С помощью аяк запросов нельзя загружать файлы. Не могут они отправлять файлы. Чтобы обойти это, используется техника отправки постзапроса, то есть формы. Небольшой iframe. Возможно, сейчас есть новые варианты… Да, через аякс. Аякса, который это поддерживает. Но, к сожалению, я до этого пока не добрался. Посмотрю, кстати. Причем загружается так пакетом по аяксу. Именно аяксу. Окей. Внутри формы находятся различные контролы, которые позволяют пользователям вводить какие-нибудь данные. В большинстве случаев это tag input, есть еще текстерия, есть tag select. У этих тегов есть важные атрибуты name и value. Name указывает имя пост параметра, с которым пойдут данные на сервер. Value, соответственно, те данные, которые уйдут на сервер. Чтобы отправить форму используется либо input с типом submit, то есть input type submit, либо attack button. До недавнего времени мы как-то в нашей команде активно использовали input type submit, потом поняли, что это, в общем-то, неудобно и в большинстве случаев мешает. То есть если вы будете программировать какие-то формы, рассмотрите использование именно баттонов для отправки формы. Это удобнее, потому что у них возможно разделить текст, который видит пользователь, со значением и с именем, который отправит параметр на сервер. То есть когда вы используете input type submit, у вас value – это и то, что показывается пользователю, и то, что идет на сервер. Что не всегда удобно. А в баттоне это можно разделить. Это такое замечание. Элементы управления, как я сказал, уже input. Input может выглядеть очень по-разному в зависимости от атрибута type. Select и текстерия. Здесь проведены, собственно говоря, показаны, как они выглядят. Вот внизу баттоны, вверху drop down, подушка – это select. Соответственно, вот эта группа радио баттонов и чекбоксов, она реализуется с помощью тега input со специальным тайпом. Поле выбора файла – это тоже input с типом файл. Текстовое поле для ввода текста – это input с тайпом текст. Для ввода пароля – с тайпом пароль. Короче, большинство интерактивных элементов, куда можно вводить данные, реализуется с помощью вот этих трех тегов. Ну, текстерия – это большое текстовое поле, куда можно писать роман «Война и мир». Смысл гипертекстовой разметки в том, что вы с помощью гиперссылок переходите от одной страницы к другой, с помощью формы вы отправляете данные на сервер. С помощью вот этих примитивов вам должно хватить для того, чтобы построить пользовательский интерфейс в веб-приложении. Еще одна такая вещь есть, которая присутствует в HTML, но уже сейчас используется весьма ограниченно. Это HTML-фреймы. Фрейм – это возможность загрузить несколько страничек в одном окне браузера. Используется она чаще всего во всяких Wi-Fi роутерах и прочей радости, которая стоит у вас дома. У них есть консоль управления. Почему-то в тех местах очень любят использовать фреймы. С помощью фреймов добиваются такого интерфейса, который похож на Internet Explorer. То есть на просто Explorer, когда у вас есть с одной стороны какое-то дерево, менюшка навигации, а справа основное окно. При использовании фреймов на основную страницу, то есть вот вы вводите какой-то URL, вам загружается небольшая страничка. В этой страничке содержится frameset. То есть небольшая разметка, в которой указано, как располагаются фреймы. При этом специальный doctype нужно указывать, frameset, вот именно для этой странички. Основная страничка, она маленькая. Она сдает только вот такое, допустим, распределение фреймов. В каждый из фреймов загружается дополнительно еще одна страничка. То есть браузер делает 4 запроса, как минимум, для того, чтобы загрузить вот такую страницу. Каждому фрейму можно задать имя. Один из фреймов может ссылаться на другой фрейм с помощью указания target. То есть если мы в одном эфрейме делаем гиперссылку, указываем таргетом имя другого эфрейма, мы щелкаем на нее, а браузер перезагружает другой фрейм. Такая штука используется для таких довольно простеньких админок и консолей. Тем, кому лень перезагружать. Но фрейм – это не очень популярная сейчас вещь, потому что у вас не видно вашего реального положения на сайте. У него скрывается URL. Когда вы смотрите страничку, которая построена на базе фрейма, вы всегда видите URL основной страницы. Хотя внутри вы могли уже перейти куда-то в другое место. И, соответственно, с поисковой индексацией все также очень плохо, поскольку система URL работает неправильно. Поэтому их используют в основном в таких дешевых админках. Зато сейчас используется второй вариант. Очень широко используется. Это так называемый E-Frame. E-Frame – это было предложение, насколько я помню, Microsoft. Заключалось оно в том, что для того, чтобы показывать какое-то окно в окне, не нужно городить frameset. Давайте просто введем специальный тег, который будет работать как браузер в браузере. Придумали тег iFrame. Снаружи это обычный блочный тег. То есть у него есть размеры, его можно расположить в любом месте и внутрь него загрузить страничку. Если у этого iFrame убрать границы, отключить прокрутку, то визуально вы не сможете отличить его от содержимого основного окна. Вот эта вещь сейчас хорошо живет и процветает. В частности, на iFrame сделаны всякие виджеты. Вконтакты и тому подобное. На iFrame сделаны виджеты комментирования. Очень популярная вещь сейчас есть. Например, Discuss. Мы ее пробуем, кстати, прикрутить. Она сделана тоже на iFrame. В чем плюс iFrame? В том, что она позволяет вам отобразить документ с другого домена. То есть фактически вы на свою страницу можете вставить такое чужое приложение, которое будет выглядеть в вашей странице более-менее нормально, как вставленная в верстку. Эта вещь используется очень активно. Итак, мы прошли с вами HTML. У нас HTML, что это такое? Это способ разметки страницы, то есть разметка документа, которая позволяет некоторым блокам текста придать семантику, то есть дать им какое-то значение. В стандарте HTML очень расплывчато говорится о том, как что должно выглядеть. То есть, так скажем, все довольно расплывчато. Там есть специальные теги, говорится, что тег, допустим, болт должен делать текст жирным. При этом не указывается там ни шрифт, ни насколько там никакой размер должен быть. Все довольно расплывчато. Так сделано потому, что HTML, в общем-то, не предназначался для создания красивых страниц. Для дизайна страниц HTML не предназначен совершенно. В нем есть некоторые средства для того, чтобы настроить внешний вид страницы, как вам нужно. Например, есть специальные теги emstrong. Они позволяют делать текст жирным, к примеру. Есть тег font, который позволяет задавать вам шрифт какого-то блока текста. С помощью таблиц можно текст расположить в принципе необходимым образом, но это очень неудобно. XML вообще не предоставляет никаких средств, потому что это абстрактный язык разметки. Про отображение он не говорит ничего. Когда понадобилось создавать красивые веб-странички, то есть там чуть больше, чем хоумпейдж Ларри Уолла, возникла проблема, как описывать внешний вид элементов. Для этого был создан язык CSS. CSS это специальный микро язык, отшифровывается как cascading style sheet, то есть каскадная таблица стилей. С помощью CSS мы можем задавать правила отображения практически любые для любых элементов. То есть CSS работает в паре с языком HTML. С помощью HTML задается разметка документа, его структура, какая там часть является заголовком, какая основным документом, где там содержимое, где гиперссылки. А с помощью CSS задается внешний вид. Это очень распространенное такое архитектурное решение – отделение структуры от содержимого. Оно используется совершенно в разных способах. То есть, например, при backend-разработке вы отделяете шаблоны от ваших скриптов. То есть разделяете структуру данных от содержимого. При backend-разработке вы отделяете структуру HTML от содержимого CSS. Что из себя представляет CSS, давайте просто посмотрим. Синтексис очень простой. Сверху вниз вы видите похожие блоки текста. Каждый блок состоит из селектора и значения. Селектор – это небольшая строчка. Ну вот они приведены. Значения – это наборы ключ-значения в фигурных скобочках. То есть каждому селектору соответствуют какие-то пары ключ-значения. Вот эта строка – это селектор. То, что в фигурных скобочках называется стилями. Каким образом работают… В общем, какие бывают стили и за что они отвечают? Что может быть вот в этих фигурных скобочках? С помощью различных стилей можно полностью определить внешний вид странички. Сейчас в стандарте CSS2, который утвержден и более-менее все браузеры ему соответствуют, существует огромное количество стилей. И они еще увеличиваются. То есть разрабатывается CSS3, в котором еще больше стилей. Здесь приведены некоторые примеры. Например, с помощью стилей «всота, ширина» можно задавать размеры элементов. Не всех, только блочных. Ну, в первом приближении. С помощью специальных стилей «margin» и «padding» можно задавать отступы элементов. То есть сколько места будет по краям этого элемента. Причем «margin» — это место снаружи от элемента «padding» внутри него. То есть граница внутри. Можно скрывать либо показывать элементы с помощью тегов, с помощью стилей «display» и «visibility». Можно сдвигать элементы по странице, размещать их в нужном месте с помощью стилей «top-left», «right-bottom». И также можно полностью управлять цветами, шрифтами и прочей радостью жизни. Полный список стилей находится вот здесь. Да. Ну, видите, вы все знаете. В принципе, у браузеров есть стандартный набор шрифтов с засечками, без засечек, маншеринный какой-нибудь, который есть во всех браузерах и обычно их и используют. Есть возможность загружать свои шрифты, но здесь намного проблематичнее, потому что разным браузерам нужны шрифты в разном формате. Мы пытались изготовить такой пиксельный арт-шрифт, ну, в стиле Space Invaders есть такая игрушка для спецпроекта. У нас не получилось изготовить для каких-то старых браузеров, а для всех остальных пришлось сделать отдельные версии шрифта. Причем этот шрифт, он занимает довольно много места, поэтому я бы вам не советовал рассчитывать на кастомные шрифты или активных использовать. В общем, такая странная практика. Те браузеры, которые понимают векторные. Каким образом вообще работает вот эта штука? Селектор соответствует какому-то подмножеству элементов на странице. То есть каждый селектор может соответствовать некоторым элементам. Тем элементам, которым соответствует данный селектор, им назначаются стили, указанные в данном селекторе. Например, вот селектор, который начинается с точки, соответствует классу. То есть все элементы, у которых есть класс bigtop, они получат стиль background image, соответственно, с указанной картинкой. Смотрите, CSS состоит из селектора и значения. Селектор позволяет вам выбрать какое-то подмножество, некоторые элементы на странице. Я вам дальше подробно расскажу про каждый селектор. Вот, например, точка bigtop, вот эта нотация, точка что-то там. Это выбор по имени класса. Да, только там еще потом идет A. Поэтому на самом деле это все ссылки, которые находятся внутри. Какие бывают стили? Стили бывают разные. Я вам рассказал. Какие бывают селекторы? Есть универсальный селектор, звездочка, который применяется ко всем элементам. Совершенно к всему применяется. Его используют обычно для того, чтобы обнулить, так скажем, размеры элементов либо границы. Дело в том, что браузер по умолчанию для разных тегов у него есть встроенный свой CSS. То есть он просто голые HTML теги отображает в каком-то дизайне. Это встроенный CSS браузер. Если вы не согласны с ним, например, не хотите, чтобы вообще были мерджины либо пэддинги, то есть отступы, вообще никаких элементов их не было, вы можете для всех элементов их убрать. Следующий — селектор по имени тега. Когда вы просто указываете какое-то имя тега, например, p, все стили, которые идут после этого селектора, они будут применяться ко всем тегам p. Все очень просто. Селектор, который начинается с точки — это селектор по имени класса. Я не сказал, что в HTML у тегов бывают атрибуты стандартные, бывают нестандартные. Стандартные атрибуты, которые можно написать у любого тега — это атрибут ID и атрибут класс. Есть еще одно, в общем, вот эти самые важные. В атрибуте ID указывается уникальный идентификатор элемента на страничке. То есть предполагается, что должен быть ровно один элемент с каким-то ID-шником. В атрибуте класс указываются так называемые классы. Имена классов — это просто строки. У каждого тега может быть несколько классов. И один класс может быть у нескольких тегов. Например, вы можете все ваши кнопки на странице поменять и отмечать классом btn. И на этот класс с помощью селектора .btn навесить в стиле, что у всех кнопок должен быть бэкграунд, там один пиксель, серый бэкграунд. Вы можете, в принципе, навесить на все кнопки, можете там на все, кроме одной самой главной. На нее навесить какую-нибудь другую. Селекторы, которые начинаются с решетки — это селекторы по ID-шнику. В принципе, на каждой странице должен быть один элемент с каким-то ID-шником. То есть каждый ID-шник должен быть не более чем у одного элемента. Соответственно, вот этот стиль будет применен к элементу с указанным ID-шником. Да. А это не name случайно? Нет. Это атрибут ID. Name — это вообще такой анахронизм. Его сейчас не очень используют. Чем отличается ID от класса? Чем отличается ID от класса? Вот в input-ах name нужен для передачи getPost параметров. Чем отличается ID от класса? Предполагается, что ID уникален на странице. То есть у вас есть только один тег с каким-то ID-шником. Класс может быть в нескольких элементах. То есть у вас может быть пять кнопок, все с классом btn. А вот ID-шник может быть там определенный ID-шник, там btn1. Может быть только у одной кнопки. Браузеры, конечно, переварят, если у вас будут две кнопки с одним ID-шником. Но как бы за свое поведение они обычно не ручаются. То есть может работать, может не работать. Каким образом, когда какой нужно способ использовать, когда какой селектор? Общее правило таково. Чем более уникальный у вас элемент, тем более как бы специфичный селектор нужно использовать. Например, если вы хотите для всех ссылок сделать какое-нибудь особое подчеркивание, десятипиксельное, вообще для всех ссылок на сайте, логично использовать просто селектор по имени ссылки. Если вам нужно нависить какой-нибудь стиль только на один конкретный элемент, например, на форму логина, вы можете использовать идентификатор, потому что она у вас по определению одна на странице. Плохо использовать селекторы по имени тега и навешивать на них какие-то очень сложные стили, потому что эти стили будут применяться везде, даже там, где не нужно. То есть чем более общий селектор, чем больше элементов он захватывает, тем проще должны быть там стили. Чем сложнее стили, тем как бы более сложный селектор для них нужен. Но селекторы на самом деле намного сложнее работают. Селекторы могут быть контекстными. Давайте рассмотрим верхний div.article.a. Когда у нас указывается и имя тега, и имя класса, это означает, что селектор соответствует тегу, на котором висит данный класс. Если у нас селектор состоит из нескольких частей, вот здесь указано div, а внутри него a. Этот селектор применяется к тегам a, которые находятся внутри тега div, на котором есть класс article. Браузеры на самом деле работают изнутри этого селектора. То есть они его проверяют, начиная с самого правого. Когда они находят в разметке какой-то элемент и определяют, какие стили к нему нужно применить при отображении. Они проходят по таблице стилей. Но таблица стилей большая, поэтому они ее не перебирают. Они их складывают в хэш таблицы, либо что-то типа этого. Начиная с правого элемента. То есть они по правому определяют. Причем смотрите, вот верхний селектор вложенный, он будет применен ко всем тегам a, которые даже лежат внутри нескольких тегов. То есть у вас может быть div, внутри него там еще один div, внутри него параграф, внутри него a, и все равно вот этот стиль будет применен. Если вы хотите применять стили только при непосредственной вложности, используется значок больше. Он применяется только для дочерних элементов. Можно использовать стиль, который применяется к соседним элементам. Значок плюс, то есть применяется вот этот стиль ко всем, кстати, к кому применяется. Вот который h2 там. К кому он будет применен? Нет, это был бы верхний селектор. Плюс означает соседние. Да, да, да. Нет, не угадали. Это будет применен, стиль будет применен к параграфам, которые находятся непосредственно после классов h2, у которых есть тегов h2, h2, у которых есть SIG. Нет, насколько я понимаю, именно следующий. Да. CSS довольно странная штука. То есть там есть очень хитрые возможности, которые нигде не используются, а есть те, которых не хватает. Нет, я не использовал. Смысл иногда бывает. Группировка. Группировка позволяет вам не копипастить стиль. То есть если мы через запятую указываем несколько селекторов, то стиль будет применен к любому из них. Ну это просто позволяет вам перечислить несколько селекторов с одними и тем же стилями. Можно скопипастить, конечно. Так, а вот здесь идея всем понятна? То есть кто-нибудь с группировкой, со вложностью? Да. По поводу должности, там еще можно сочтить. Порядок имеет значение, допустим, если у нас идет сначала для фонта, ну, по сути, что там, для ТГИ, наклонный, а потом для П. Вложенность тегов имеет значение, да. Если вам нужно применить какие-то стили только для тегов И, которые лежат внутри Б, вы пишите приблизительно следующее. Б, пробел И и в фигурных скобочках стиля. Сейчас. Поняли? А то есть вопросы возникают по вере в продвижение. Вот вопрос такой. А вот если у нас, как бы, здесь можно не два, а больше. Да. Вот. Он, как бы, возьмет четко эту структуру или можно будет туда в середину, можно будет еще что-то сказать? Можно будет любые промежутки вставить. То есть если вы пишете, например, div.article, пробел P, пробел A, то в промежутках между div и P, то есть там, может быть, обернут еще во что-то. Между P и A? Да. Понятно. А дочерние? А дочерние – это то же самое, что вложенность, только при этом учитывается непосредственная вложенность. То есть вот здесь уже вставлять ничего нельзя. Если у вас написано P больше A, то только для тех ссылок, которые лежат непосредственно в параграфе. Вот это, в принципе, используется. А если два селектора отвечают одному элементу? То есть они один и другой? Да. Они будут оба работать. На самом деле, смотрите, селекторы, они могут пересекаться и могут не пересекаться по стилям. То есть один селектор может задавать там цвет фона, а второй размер шрифта. И оба они соответствуют данному элементу и оба будут применены. Если же они пересекаются по каким-то стилям, например, оба задают там размеры отступа, то у них есть приоритеты. Я вам расскажу чуть попозже про приоритеты. Помимо селекторов есть такая вещь, как псевдоклассы. Псевдокласс это примерно то же самое, что и обычный класс, но вы не можете указать этот класс руками в разметке. То есть как работают обычные классы. Вы создаете элемент, указываете у него атрибут класс и, соответственно, на этот класс цепляете css-селектор. Псевдокласс это такая вещь, которую браузер включает для элемента в некоторое время. Ну, в некоторый момент времени браузер добавляет специальный особый класс. Все очень просто. Например, если ссылка, вы один раз посетили данную ссылку, браузер добавит к ней псевдокласс visited. То есть это уже браузер решает, какие ссылки вы посетили, какие нет. Или, например, если у вас мышка находится над каким-то элементом, то у этого элемента будет там, точнее не так, у него будет класс hover, псевдокласс hover. То есть вы навели мышь на какой-то блок, у него появился псевдокласс hover. Поэтому у вас в css есть возможность повесить определенные стили на элемент с псевдоклассами. Они будут применяться только тогда, когда вы навели мышку. Например, можно достичь там какого-нибудь эффекта выделения меню. У вас есть список с меню. Когда вы вводите мышкой, всегда один какой-то элемент меню, он выбранный, над ним мышь находится. Вы для него можете поменять бэкграунд. У вас будет текущий пункт меню выбран. Среди этого есть совершенно безумные псевдоклассы. Как я уже говорил, css довольно странная вещь. Например, псевдокласс first child. Он позволяет вам выбрать первый элемент в списке. Это еще куда не шло. А, нет, ну это нормально. Так, подождите. Вот давайте будем разделять. Есть псевдоклассы, есть псевдоэлементы. Псевдоклассы — это особое состояние элемента. То есть когда он там получил фокус ввода, либо когда на дне мышка находится, их добавляет браузер. Есть псевдоэлементы. Псевдоэлементы — это такая забавная вещь, это такой кусочек разметки, которого не существует. То есть браузер его добавляет автоматически по необходимости. Вот они совершенно безумные. Например, есть псевдоэлемент first letter. Он соответствует первой букве в выбранном слове. То есть у вас, смотрите, есть, например, класс nickname, с помощью которого вы выбираете какое-то слово на странице. А nickname first letter будет соответствовать его первой букве, хотя она, собственно говоря, ни в какой тег не выделена. Я придумал только одно подходящее применение для этого. С помощью него удобно ники на Яндексе делать. У них там первая буква какого-то другого цвета. Красная, да. Больше я не знаю, как применять. Есть еще элемент first line, который позволяет вам первую строчку в абзаце выделить. Ну, это шутка юмора. Шутка юмора пошла от выражения, не балуйтесь с ручкой, кстати. Изучайте Haskell для добра, как последний аргумент. Потому что когда уже больше нечем аргументировать. Так вот, вот эта штука, она очень полезная. Она создает, это, пожалуй, единственный полезный псевдоэлемент. Она создает невидимый элемент, например, перед или после указанного. Например, вот эта вещь создаст невидимый элемент перед всеми с классом userpeak. Зачем это может быть нужно? Например, стрелочки. Сейчас. Вы можете делать стрелочки. Вот здесь вы можете сделать background для фотографий. Представляете, что у вас на сайте большое количество userpeak, то есть фотографий. Обводку? В принципе, да. Вы эту обводку можете сделать руками. То есть каждый userpeak обернуть в div и просто обычным способом на него повесить стиль. А если вы не хотите с этим заморачиваться, вы можете использовать псевдоэлемент такой. Еще чаще применяют это в следующей ситуации, когда у вас есть float элементы. Ну, для тех, кто уже использовал. Это плавающие элементы, которые всплывают в одну сторону. После float элементов обычно вставляют пустой какой-нибудь элемент, и на него вешивают clear boss, специальный стиль, чтобы он прекратил всплывание. Это вот такая паразитная верстка, которая ничему не соответствует. Нужна только для того, чтобы прекратить всплывание. Вот вместо этой паразитной верстки иногда удобно использовать вот такие псевдоэлементы. Получается более чисто. Еще раз, а что делает before? Before, он создает невидимый элемент перед указанным. То есть у вас есть селектор userpeak, он соответствует всем userpeak. А userpeak before, он соответствует невидимым элементам перед этим userpeak. Такой же как у нас? То есть такой же элемент, как у которого есть это? Нет, не такой же. Вот здесь есть специальный стиль content, который позволяет указать содержимое. В данном случае это пустой элемент, в котором ничего не содержится. У него даже имени тега нет. То есть это как div, что ли? Да, получается как div. Но в зависимости от того, какие вы стили на него повесите. Здесь указан display block, поэтому он будет как div. У него нет имени тега, это просто такой элемент отображения. Так, ладно, это нюансы, про которые просто, думаю, было бы интересно узнать тем, кто использовал уже CSS. Тем, кто не использовал, нужно узнать более полезные вещи. Например, что такое наследование. Важно понимать, что CSS, он имеет свойство наследования. Смотрите, как это работает. У вас HTML образует собой дерево, структуру. Одни элементы вложены в другие. Стили, которые вы применяете к наружному элементу, они наследуются, они применяются также ко внутреннему. Например, у вас есть тег body и есть тег, внутри него, соответственно, вся ваша разметка. Вы можете к тегу body применить какой-то стиль. Например, размер шрифта. Вы указываете размер, цвет, там, шрифт, как это называется, гарнитура. Применяете его к body. И, соответственно, все вложенные элементы, все, что есть на странице, они унаследуют тот же самый шрифт, размер текста. Вот. Это позволяет вам не копировать стили в огромном количестве. То есть общие стили вы можете определять на самом высоком уровне. Не все стили наследуются. Нужно смотреть для каждого стиля в отдельности, наследуется он или нет. Но в большинстве случаев это соответствует здравому смыслу. Например, наследовать шрифт и цвет фона имеет смысл. А наследовать размеры, например, либо отступ сверху не имеет смысла, потому что они как бы у дочернего элемента, они свои должны быть. Вот эта вещь называется наследованием. Так, вопрос? Нет? Да. Рекомендации какие-нибудь по форматированию? Это вопрос вкуса. Форматируйте так, как вам удобнее читать. У нас работали разные товарищи. Некоторые предпочитают форматировать все стили в одну строку. Экономят место по вертикали. Некоторые разбивают там их на разные строчки. Вообще по-хорошему нужно делать следующим образом. Вы должны писать стили так, как вам удобно читать, со всеми отступами и прочим. А перед включением на сайт их нужно прогонять через специальный минификатор. То есть программу, которая сжимает CSS, убирает пробелы, уменьшает размер ее. Так, помимо того, что стили могут наследоваться, они могут быть определены в разных местах, где можно определять CSS-ку. Во-первых, есть стиль браузера. Это значит, что браузер разные элементы по умолчанию отображает уже с какими-то стилями. То есть если вы напишите просто H1, тег H1, браузер выберет там размер шрифта побольше и добавит отступы сверху, снизу, довольно существенные. Для H2 это будут другие отступы. Вот это называется стиль браузера. Фактически это тот же самый CSS, который зашит в браузер. Кроме того, существуют стили пользователя, про которых никто наверняка не слышал. Но смысл в том, что вот пользователь, именно вы как пользователь браузера, вы можете взять и написать свою CSS-ку, которая будет применяться ко всем сайтам. Это если на ваш эстетический вкус Google выглядит, допустим, несколько кривовато, и с жирным и наклонным шрифтом он будет выглядеть оригинальнее. Ну, возможно, это будет полезно. То есть важно, что запомнить. Есть встроенные шрифты браузера, есть встроенные шрифты пользователя. Но их, как правило, никто не использует, поэтому про них не думают. Есть, не шрифты, а стили. Есть стили автора странички. Это вот именно те стили, которые создает вебмастер. Их можно располагать, во-первых, во внешнем файле. То есть вы создаете отдельный файл с расширением CSS и подключаете его с помощью тега link. Вы можете его располагать прямо в HTML-документе с помощью того же тега, с помощью тега style. То есть вы пишете просто style, и внутри тега style тот же самый CSS-документ. И можно задавать стили непосредственно для каждого элемента. Например, с помощью атрибута style. То есть у вас есть какой-то тег HTML, и вы сдаете атрибут style, и внутри него уже без селектора пишете просто стили. Эти стили будут соответствовать непосредственно конкретному элементу. Тут вопросов, я думаю, нет. Это просто факт. Теперь сложный момент приоритета стилей. Вторую ситуацию. У нас есть селекторы. Каждый селектор, он выбирает какую-то группу элементов. И на эту группу он навешивает набор стилей, то есть правила отображения. Что если у нас какому-то элементу соответствуют разные селекторы? В общем случае браузер может применять стили из разных селекторов. Ну, то есть один селектор размер шрифта определяет, второй селектор определяет там позицию. Если у вас так получилось, что некоторые стили определены в разных селекторах и конфликтуют. То есть, допустим, у нас есть размер шрифта в селекторе P. Ну, просто P. Это размер шрифта. И размер шрифта определен в селекторе .big. И у нас есть какой-то параграф с классом big. К нему будут применяться и вот этот селектор, и вот этот селектор. Соответственно, отсюда и отсюда применится стиль. Для того, чтобы вычислить, какой стиль и будет более приоритетным, браузер использует следующее правило. Он назначает разным селекторам вес. Использование какого-то айдишника в селекторе дает вес в 100. Использование класса и псевдокласса в 10. Использование имени тега дает вес 1. Вот, например, если у нас есть такой селектор, как там ul.info.ol плюс le, у него будет вес 13 баллов. Потому что используется один класс, десятка, и три имени тега. Ну, серьезно, так и происходит. Если у нас используется селектор le.red.level, то есть это элементы le, элементы списка, у которых есть и класс red, и класс level, у них будет вес 21 баллов. Дальше все просто. Браузер просто сравнивает для одного и того же стиля, который конфликтует, веса разных селекторов и применяет тот, который больше весит. Общее правило такое. Чем длиннее селектор, чем больше в нем страшных символов, тем более он значительный. Есть такой ultimate. Это встроенные стили. То есть если вы стили определяете через атрибут style, это называется встроенный стиль, онлайновый. Он имеет вес 1000. Перебивает довольно много на самом деле всего разного. Ну, кроме что с десяти айтишников. Джокер, да. Но это не все. Джокера мало. Есть даже не джокер, это монтана. А есть козырная монтана. Козырная монтана – это флажок импотент. Это когда вам кто-то написал инлайновый стиль, а вам очень охота быть еще важнее. Вы просто пишите, что мой стиль он важен. Добавляйте флажок импотент и ваш стиль становится даже приоритетнее, чем инлайн импотент. Но это не все. Ну, там уже такая пьянка, что как бы не до этого. В принципе, есть как бы еще более приоритетное – это когда он и инлайн, и импотент. То есть вы можете прям инлайновый стиль сделать импотент. Он супер-мега важный. И это как бы еще не все. Там есть еще стили автора, есть стили пользователя. То есть пользователь браузера может еще соревноваться по важности с автором страницы. Вот это я уже забыл, в каком порядке они идут. Но пользователи всегда самые важные. Ну, я думаю, да. Самые важные – это которые импотент пользовательские стили для суперманьяков. Можно вопрос? Вот такая система, она совершенно неправдачная. То есть ты смотришь на Настю и не можешь сказать вам, как он будет использоваться или не будет. Да. Ну, удобно. Не то чтобы непрозрачно. Она решает конкретные проблемы. То есть для того, чтобы это не создавало вам проблем, нужно придерживаться некоторых правил форматирования стиля. То есть я уже говорил, что чем более тяжелый и более сложный стиль вы пишете, чем как бы детальнее должен быть селектор. То есть если вы вешаете стиль на селектор просто тег A, там должны быть какие-то совершенно общие стили, которые не помешают ни на одной странице. Если вы вешаете стиль, который жестко фиксирует отображение элемента, его нужно вешать либо на ID-шник, либо на какое-нибудь уникальное имя класса. В общем-то это уже относится к практике верстки. То есть как правильно именовать классы, как правильно распределять CSS по классам. При хорошей верстке вот эти флажки импотент, они в общем-то не нужны. Есть такой подход, называется BAM. Я надеюсь, все-таки про него сделают мастер-класс. BAM. Яндексовские. Да, да, да. Яндексовские. Но он на самом деле стал популярен. У нас его тоже используют в мейле. Апологета есть. Один из интересных подходов заключается в том, что там используются, в общем-то, одноуровневые селекторы. Там всегда используются селекторы по имени класса. Если у вас… То есть вы используете всегда уникальные классы. Но имя класса очень длинное. Если у вас, допустим, есть какой-нибудь листинг, в листинге есть аватарка, а в аватарке есть какой-нибудь значок, то пишутся примерно такие же классы. Какие там… Даже не так. UserListing. Потом двойное подчеркивание для того, чтобы делить как бы один объект от другого. Внутри него аватар. Внутри него айкон какой-то. То есть пишутся вот такие длинные уникальные имена классов. В чем плюс? Они ни с чем не конфликтуют. Первое – пишутся длинные имена классов. Второе – все стили указываются полностью. То есть на наследование одних стилей от верхних элементов оно, в общем-то, не очень используется. То есть на это не принято рассчитывать. В чем плюс такого подхода? Во-первых, вам не нужно думать, как взаимодействуют стили друг с другом. Вы для каждого элемента видите ровно один класс, и этот класс полностью определяет его отображение. Там нет никаких конфликтов, не нужно использовать импотент. И во-вторых, браузер с такими штуками работает быстрее. То есть самая быстрая проверка – это вот по одному классу. Фактически lookup в хэше. Теперь, пожалуй, немножко практики. Какие бывают типы элементов? Я вам говорил, что HTML-теги делятся на блочные и срочные. Это такое приблизительное деление. На самом деле, вот визуальное отображение элементов, оно может быть блочным либо инлайновым. А теги, они просто… теги, они, как бы скажем, соответствуют одному из этих отображений. Расположение… Давайте сейчас поговорим про те стили, которые определяют расположение элементов на экране. Потому что с этим возникает больше всего проблем, когда вы начинаете что-то верстать. Здесь важны следующие стили. Стиль display, он определяет, каким образом отображается ваш элемент на экране. Бывают такие варианты стилей. Display none означает, что данный элемент не отображается в браузере вообще. То есть его нет в видимом дереве. Соответственно, браузер этот элемент не рисует. Display block говорит о том, что элемент отображается как блочный. То есть занимает максимальную ширину. Каждый следующий блочный элемент начинается с новой строки. По факту мы говорили, что там h1, h2, параграф, div, блочные элементы. На самом деле они все обычные элементы. Просто в CSS браузера, вот тот CSS, который в браузере зашит по дефолту, по умолчанию, в нем прописан для этих элементов display block. Поэтому браузер отображает их как блочные. Ничто не мешает поменять стиль, и он будет их отображать по-другому. То есть display block это означает, что элемент блочный. Занимает максимальную ширину. Каждый раз новые строки начинаются. Display in line говорит, что элемент строчный. То есть он занимает минимальную ширину, минимально возможную ширину и не приводит к разрыву строки. Есть смешанный элемент display in line block, который с одной стороны он ведет себя как in line элемент, то есть он находится в строке, но с другой стороны у него можно задавать ширину, ширину, высоту, то есть размеры можно задавать как для блочного элемента. Есть table cell, элемент будет себя вести как ячейка таблицы. На самом деле вариантов display довольно много. Если вы посмотрите наш email book, там их, наверное, под десяток. Но по факту браузеры надежно работают с небольшим количеством. Блок, in line, in line block. С остальными они довольно плохо работают. Вот здесь еще раз подчеркиваем отличие блочных от строчных элементов. То есть div и span это по сути дела одни и те же элементы. У них разница заключается в том, что в CSS, который в браузере по умолчанию зашито, на div повешен display block, на span повешен display in line. Здесь мы видим пример верстки и то, к чему она приводит. У нас есть два div подряд. Мы видим, что они занимают максимально возможную ширину. И второй div, он начинается с новой строки. И есть два spana подряд. Мы видим, что они занимают минимально возможную ширину. И они продолжаются на той же строке, не разрывают строку. Поэтому spana вам нужно использовать в верстке, когда вы хотите отобразить какой-то небольшой блочок. Не знаю, чиселку цветную, аватарку юзера, что-нибудь такое. А divы нужно использовать, когда вы хотите отобразить какой-то большой блок. Например, аватарку пользуйтесь с разными этими. А мы тут указываем ширину для блоков, да? 200 кикселей. Ага. Вот, и как бы у нас инлайновые блоки, они темы отличаются от блочных тем, что к ним не применимы размеры. А высоту они не нарируют? Да. Высота определяется размером шрифта. Есть дисплей inline-блок. Вот inline-блок – это смешанный такой способ отображения. Они с одной стороны отображаются как инлайновые, но с другой стороны у них можно задавать высоту, ширину. А вот эти margin padding, они тоже отличаются? Merging padding, они… Я сегодня экспериментировал, кстати. Нет, просто не был уверен. Насколько я понял из эксперимента, они учитывают margin padding, но только по горизонтали. То есть можно сделать вот в пределах одной строчки их чуть пошире, чуть поуже. То есть слева, справа границы работают, а сверху и снизу они не работают. Сверху и снизу они задаются размером строки, размером шрифта. В спане. В спане, в спане, в инлайновых элементах. Для блочных элементов там полное управление есть. То есть первое, что мне нужно понять, это отличие блочных от инлайновых элементов. Есть такая фишка, как float. Float элементы… Ну да, давайте, наверное, с float начнем. Есть такая фишка, как float. Float – это всплывание в тексте. Если вы помечаете элемент как float, а стиль float имеет два значения – left, right. Ну, есть еще non, не всплывать. Если вы отмечаете его как float left, этот элемент старается переместиться как можно левее в рамках своего родителя. То есть смотрите, здесь какая верстка. У нас здесь есть параграф текста и внутри параграфа есть картинка. Ну, вот эта красная картинка. На картинке висит стиль float left. Поэтому эта картинка всплывает в левую сторону, а текст обтекает ее справа. Это кажется довольно-таки бесполезная вещь, но на самом деле с помощью floating реализуется много разных вещей. Например, сейчас был вопрос, как реализовать такую вещь, когда слева, ну, вы хотите сделать форму. Вот здесь текст, здесь input. Здесь текст, здесь input. Делается следующим образом. И на вот этот кусочек текста и на вот этот input вешается стиль float. Float элементы, они имеют то свойство, что они встают друг за другом. Чтобы отодвинуть вот эти элементы до одного уровня, то есть чтобы они были выровнены по границе, для них присваивают margin left. Можно сделать таблицами? Ну, смотрите, у вас есть табличная верстка, есть дивная верстка. Какое вы будете использовать? Табличная. Тогда вам в 90-й год надо. Не, на самом деле табличная иногда незаменимая верстка, но сейчас популярно верстать на дивах. Вот и все. А если, по-моему, уходить на див и в нем указывают, как отступить, то они будут в пределах этого дива? Да, смотрите, они будут в пределах этого дива, но там есть такой нюанс. Если родитель сам не float, то есть если он сам не всплывает, то он будет игнорировать своих потомков. То есть обычно вот те теги, которые лежат внутри, они как бы раздвигают родителя, то есть он обтекает их. Если они float, то у вас родитель просто сомкнется до нулевой ширины. А если мы заранее указали ему ширину? Если вы заранее указали ширину, высоту, то он будет нормальной шириной высоты. Не он будет как плавать? Да, они будут всплывать и, соответственно, вставать один за другим слева. А если у вас родитель float, то они как бы… Если float внутри float, то он приводит к раздуванию родителя. В общем, смотрите, это такой набор магических правил, которые можно либо все выучить, либо просто понять с практикой. То есть все вам объяснить сейчас я вряд ли смогу. Еще один вариант. Помимо float используется стиль clear. Clear – это стиль, который отменяет всплывание. Зачем это нужно? Вот как раз ваш пример. У вас есть какой-то родитель, а внутри него у вас есть какие-то дочерние элементы. Вы хотите, чтобы они выстраивались один за другим. Вы делаете на них на всех float. Но вы замечаете, что у вас родитель при этом схлопывается до нулевой высоты. То есть он их игнорирует. Вам нужно после всех этих элементов добавить какой-нибудь дополнительный элемент со стилем clear bof, который как бы прерывает всплывание и позволяет родителю перехватывать вот это все хозяйство. Почему оно никогда не работает так, как надо? Оно работает так, как надо. Просто вам нужно понять, как вам надо. Вы вообще сможете понять, как вам надо? Конечно. Когда вы поймете, вы станете верстальщиком. За вами придут люди и заберут вас. Сейчас небольшая демонстрация. Кстати, для того, чтобы вешать clear boss, используются вот эти псевдоэлементы, про которые я рассказывал, чтобы руками не создавать вредные вещи. Давайте посмотрим, может быть, вот эта картинка вам поможет разобраться. Это ваша картинка? Да, это я сам рисовал. Тест, не знаю, как называется. Смотрите. Какие у нас есть здесь элементы? У нас есть один див большой, внутри него несколько, здесь просто не уместилось, несколько мелких дивов. Большой имеет класс author. На него мы вешаем float left и указываем ему фиксированную ширину. Внутрь него мы вешаем, ну, класса с qrt, это просто размер квадратика задается, что он красный и квадратный. Сначала идут дивы с классом float left. Это вот те, которые идут сверху. Первый, второй, третий, четвертый на новой строке. Он не поместился в строчку, поэтому он всплывает на новой строке. То есть они идут последовательно один за другим. Причем важно понимать, что вот первый, потом идет второй, потом третий, потом четвертый. Потом идет див с классом CLR. Это тот, который clear boss. Его здесь не видно, но он соответствует вот этой границе между вторым и третьим рядом. Он как бы прерывает всплывание в одну сторону, проводит такую черту. После чего идут дивы, которые всплывают вправо, float right. Они идут в обратном порядке. Вот это первый, это второй, это третий, это четвертый. Потому что это печатка. Конечно, класс. Похоже на B вот этот. Чего-чего-чего? Готово. А у него что-то нет размера? Нет, по умолчанию он как бы… у дива нет никакого размера. Его не видно, если вы просто так див на страницу выведете. То есть фактически это как бы полоса нулевой высоты? Да. У нее единственная функция в том, что она прерывает всплывание влево. Если бы этого CLR не было, float right располагался бы начиная вот оттуда. То есть они бы старались занимать все место. А если бы мы не писали, он разве не определился бы этот класс? Они будут начинать со свободного места. То есть они будут… Тут есть два варианта. Я думаю, они даже будут с первой строки начинаться и будут накладываться друг на друга. Скорее всего они будут начинаться с первой строки и будут в обратную сторону. То есть вот так. Float left, float right они друг на друга не влияют. Они могут один поверх другого накладываться. В общем с этой вещью я советую как бы поэкспериментировать при случае. Либо если вы столкнетесь с какими-нибудь проблемами, когда вам нужно что-то расположить в вашем проекте, и вам не хватает bootstrap, хотя бы прочитать в первую очередь про дисплей, про float и про out-tech position. Есть еще… про стиль position. Есть еще один важный стиль, который отвечает за позиционирование элементов. Это так называемый position. Position и плюс дополнительно четыре стиля top left, bottom right. Какие бывают виды позиций? Position static. Это стиль, который по умолчанию у всех элементов. Это означает, что браузер будет позиционировать этот элемент в соответствии с его расположением в структуре. То есть блочный будет позиционировать как блочный там с новой строки. Строчный и косрочный. То есть обычный HTML элемент без всяких особенностей. Position relative – это такой же обычный элемент, но он может немного отъехать от своего первоначального местоположения. Вот насколько он отъедет определяется параметрами top, left, right и bottom. То есть если вам появляется такая возможность, когда вам нужно что-то немножко пододвинуть куда-нибудь, например, какую-нибудь кнопочку вынести на 20 пикселей вверх. Она хорошо стоит, но нужно 20 пикселей вверх. Вы делаете ей position relative и делаете bottom 20 пикселей. То есть отступ снизу 20 пикселей. Она смещается вверх. Так, мантра. Position static – это как обычно. Статик – как обычно. Relative – это относительно своего нормального местоположения. Это запомнили. Еще есть два расположения. Position absolute. Position absolute означает, что элемент будет расположен вне обычного потока элементов. То есть он как бы рисуется поверх основной страницы. Страница отрисовалась, он как будто вынимается из верстки и рисуется поверх. Его расположение определяется тоже top, left, bottom, right. Только оно определяется относительно начала документа. То есть top, left соответствует расположению. Вот у вас документ начинается в какой-то вот точке. Вот вы указали top, left, отступ сверху, отступ слева. У вас этот элемент, который position absolute будет размещен на вашей страничке ровно в указанных координатах. Можно вопрос. Можно вопрос. Мы задаем итог и left, right, bottom. Как выбирать? Нет, пам-пам-пам. Это если вы еще высоту и ширину задаете. Так есть вариант, что он его растянет как бы до нужного размера. Я думаю, нужно просто поэкспериментировать. Какие-нибудь будут игнорироваться. Это очевидно. Если вы зададите все, то что-то будет игнорироваться. А есть position absolute, есть парный ему position fixed. Position fixed – это также абсолютное позиционирование элемента, но уже не относительно начала документа, а относительно окна. А вот давайте посмотрим ей пример с сайта дети mail.ru, который мы раньше делали, а сейчас он запущен. Да, это гениальная идея наших дизайнеров – супервумен. А почему не желатать это? Это же дети. Не Бигбулатов, это ли презентация? Это Бигбулатов. Нет, Бигбулатов программировал сайт, презентацию готовил я. Видимо, это уже опытная мама. Там было на самом деле две картинки. Одна вот эта называлась success woman, которая возникает во всех случаях. И была вторая грустная такая девушка, которая называлась mi 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 png, она возникала при ошибках. Собственно говоря, вопрос, как бы вы сверстали вот такую штуку? Ну то есть понятно, как это действует. Вот эта вещь, она всплывает поверх основной страницы и сообщает пользователю о чем-то, что там у него успешно что-то получилось либо не получилось. Вам нужно сверстать вот этот блок. Как вы поступите? Технически вот эта вещь, она располагалась в отдельном шаблоне, который инклудился на все страницы. Поскольку она на любой странице может возникнуть фактически. Как будем это делать? Нет, про таблицу забываем сразу. Те, кто знает, как делать, не говорят. Бэкграунд имидж это вариант, кстати, да. Можно сделать большой прозрачный дифф и в нем сделать бэкграунд имидж, но видите, эта девушка, она поверх основного текста лежит. Но это в принципе вариант. Сейчас. Она пойдет, но смотрите, тут как бы проблема, скажем… Не, можно сделать, пнгшку. Вопрос, как вы будете вводить. Смотрите, в чем проблема или не проблема. Клик вот сюда, он должен закрыть… Вот в это место он должен закрыть этот оверлей. То есть вы щелкаете мимо него, и он закрывается. Это нормальное поведение. То есть если по подмежке щелкает, то есть он не будет… Ну, в общем, да. То есть картинка здесь… Давайте начнем с того, что картинка, она небольшая. Да, она вот буквально по форме не больше, чем эта девушка. А почему два закрытия? Не левую, наверное, правую. А потому что вариантов выбора больше нет никого. Только закрыть можно. Ну, тогда… Можно. В общем, идею вы выдвигаете правильно. Давайте расскажу один из вариантов, как это делали. Во-первых, очевидно делается один div, который соответствует всему элементу. То есть вот эта белая штучка – это один div. Для того, чтобы этот div висел всегда перед глазами, когда страница скроллится, то есть скролл мышки крутишь, эта штука висит перед глазами. Он фиксируется как position fixed. Ему сдается отступ от экрана браузера. Отступ мы рассчитывали JavaScript, чтобы он всегда висел ровно по центру. Но это неважно. То есть белая штука у нас position fixed. Мало того, у него задана ширина фиксированная для того, чтобы текст его растягивал в высоту. В принципе, внутри весь текст он укладывается обычной HTML-разметкой. То есть спасибо, потом hr, tag hr – это вот такая строчка. Потом небольшой параграф текста, потом перенос строки и button. Это красивый button с картинкой. Вопрос, как сделать кнопку закрыть и как сделать с Access Woman. Их мы делаем с помощью относительного позиционирования. То есть мы в том же большом белом div размещаем теги, верстку для кнопки закрыть и картинку. При этом для картинки указываем position relative и указываем top и left отрицательные. То есть мы смещаем ее влево и вверх. А для вон той кнопки закрыть, ну это небольшой такой спан, в котором есть ссылка и картинка. Вот этот спан мы указываем ему top 0, right, да, top 0, right 0. И позиционирование абсолютное. При абсолютном позиционировании там есть один нюанс. Он позиционируется либо относительно документа, либо относительно родителя, если родитель сам абсолютно либо относительно позиционирован. Это тоже такой костыль, про который нужно знать. Ну я не знаю, как такие изучаются. Они просто на практике изучаются. Вы на них на все наступите когда-нибудь и будете знать. Соответственно, внутри этого белого diva есть еще один с относительным позиционированием просто для того, чтобы обеспечить смещение вот этих элементов. Внутри него уже находится картинка и вон та кнопка, которая с помощью top и left помещены в нужное место. Серая штучка такая. Она закрывает угол, да. Ну она просто так нарисована. Если бы она не закрывала угол, там был бы видно небольшой кусочек. Да. Да. У нас есть специальная JavaScript функция, которая разворачивает вот этот серый бэкграунд. Это фактически один большой div, который кладется поверх страницы. полупрозрачный и поверх него кладется с абсолютным позиционированием вот эта всплывашка. Вот, собственно говоря, и все. А можно такой вопрос? Да. У нас все отступы, все, вот как у вас был, она была пиксель. Да. Но пиксели либо разные? Угу. Вот это отдельная тема. Я вряд ли вам расскажу про нее профессионально, потому что все-таки не верстальщик. Существует… Да, пожалуйста. Пожалуйста. Существуют разные способы указания размеров, в том числе и относительные, и абсолютные. Вот пиксели, как ни странно, это относительные указания. То есть абсолютные, можно указывать размеры элементов в сантиметрах, миллиметрах, пунктах, как в варде, то есть там 12 пунктов. А пиксели – это относительный размер. То есть он всегда указывается в пикселях вашего графического устройства. То есть у вас монитор, у него может быть любое разрешение, но он сейчас настроен на 1024 пикселя. Вот поэтому пикселем является то, на что настроен ваше графическое устройство. Ну, то есть получается, что если указываешь размеры в сантиметрах, то в принципе так много разрешения, у него может быть сломаться и не… Нет, у вас на большом разрешении он будет просто мелкая картинка. То есть если у вас… У вас что? Больше, что просто некрасиво выглядит. Ну, нет, почему? Если у вас вот такой вот монитор, вы просто браузер открываете не на полный экран, у вас сайт отображается точно так же. А если вы указываете в процентах, у вас размер вычисляется в процентах от родителя или, например, от окна браузера. Соответственно, если вы открываете на полный экран, у вас вся верстка растягивается. Это уже как бы тонкости верстки. И, наверное, еще одна важная вещь, про которую следует знать – это бокс-модул. Бокс-модул – это стандартные стили и размеры, которые есть у блочных элементов. Каждый элемент, он как луковица состоит из четырех слоев. У него есть некоторая условная граница, которая соответствует его размерам. Вот размеры – это то, что здесь белое. Когда вы сдаете ширину и высоту – это размер белого прямоугольника. У элемента есть так называемый padding. Padding – это отступ внутрь. То есть это вот внутренний черный прямоугольник. Содержимое элемента, то есть, допустим, если у вас в параграфе есть текст, он размещается в области контент, то есть с отступом в padding. Ширина и высота задают размер белой области. Поверх элемента, поверх ширины идет бордер. Хотя я могу ошибаться. Возможно, ширина и высота задаются вместе с бордером. Скорее всего, так и есть. Поверх идет бордер. Бордер – это граница. Можно по отдельности сдавать границу с каждой стороны. И снаружи от бордера идет margin. Mergin – это отступ снаружи. То есть внешняя граница элемента. Соответственно, изменяя вот эти элементы, мы можем изменять стиль, можем изменять размер элемента. Вот, собственно говоря, все. Можно их задавать… Они все обладают таким свойством. Их можно задавать все кучей. Например, вы пишете стиль margin и указываете 10 пикселей. Означает, что margin 10 пикселей со всех сторон. Ровный. Если вы пишете margin и сдаете две цифры – 10 пикселей, 5 пикселей. Означает, что сверху, снизу он будет 10, слева, справа – 5. Если вы сдаете 4 цифры, то сверху, справа, снизу, слева по часовой стрелке. И плюс вы можете задавать аналоги по отдельным стилям. То есть есть стиль margin, есть margin left, margin right, margin bottom. Таким образом вы можете сдавать размеры и границы для ваших бочных элементов. А нужно? Давайте. В этом margin нельзя никакой элемент. То есть margin – это то, как отбрасывает, где он видит элементы. То есть в нем он нигде другие элементы тоже помещает. Помещает, помещает. В margin? Нет, в margin нет. Мерджин – это отступ снаружи от элемента. Грубо говоря, вот этот margin – это тот квадрат, который вы поставили на странице? Это то место, которое он занимает в родителе. Может, еще джер? Джер, 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 джер. Я думаю, я не настолько крут для этого. У нас есть 40 минут, но я вам лучше расскажу про то, что вам нужно дальше делать. Про возможность сделать доклад я вам рассказал. Очень надеюсь, что кто-нибудь возьмет и расскажет про еще какие-нибудь дополнительные уязвимости. Рассказывать нужно не популярно, а вполне конкретно с примерами. То есть что за уязвимость? Что сломали? Можно сказать, что сломали. Как ее применяют и как с ней бороться. Ну, соответственно, оценка там дополнительные 5 баллов идут к зачету. Ну да, нужно набрать баллы, чтобы получить допуск на экзамен. По поводу домашнего задания. Сегодня я его вывешу формально, но мы подошли к такому этапу, когда часть людей уже почти закончила проект, часть активно над ним работают, а часть, да, они ближе к началу. Поэтому я хочу сказать, что основная ваша цель – это все-таки сделать проект до конца и показать нам его в работающем состоянии. Важно, чтобы проект работал, у него был основной функционал – отображение списка вопросов, задавание вопроса, добавление ответа к вопросу. Вот это, в общем-то, основной функционал проекта. Мы ожидаем, что он будет готов. Это как бы допуск на экзамен. Да. По поводу добавления вопроса должно быть обязательно? Нет, не обязательно. Но это ожидается, что, в принципе, мы изучим, как работает Аякс в первом приближении, и вы сможете сделать добавление запроса, вопроса без перезагрузки страницы. Четвертое домашнее задание я сформулирую формально вам. То есть какие странички нужны, какого вида верстка должна будет быть. Ну, какая нужна верстка. И, скорее всего, присылать вы будете в виде… Нет, это слишком круто. Я найду способ как элегантно сдампить всю страничку. То есть под виндой, я знаю, были такие программы типа телепорта, которые скачивают сайт. Вот. Я сочиню какую-нибудь униксовую команду, которая скачивает ваш сайт и помещает его в архивчик. Я буду смотреть результаты вашего сайта в виде статических HTML, вместе с CSS и JavaScript, который там будет. Вот. Кому удобнее делать по заданиям, пожалуйста. Тем, кому удобнее делать все целиком, делайте все целиком. Никто не против. Вопросы ко мне какие-нибудь есть? Да. Давайте. Это прекрасно. Мы специально его добавили в проект, потому что он позволяет вам верстать, как бы не разбираясь в всяких стилях и прочем деле. То есть, в принципе, вы можете верстать с помощью копипасты. Берете какой-нибудь фрагмент и помещаете себе в проект. Но рано или поздно, я думаю, вам придется все-таки столкнуться с необходимостью что-нибудь куда-нибудь подвинуть, либо там расположить рядом. Тогда вам поможет хотя бы знание, в какие стили нужно смотреть в первую очередь. Но bootstrap как раз вам для упрощения задачи сделан. Нет, пока не пробовал. Как буду делать следующую админку, попробую. Но у меня, в общем-то, все. Продолжение следует... Продолжение следует...